Шриман Бхагаваттан, 3 глава 5, текст 42, в переводе с комментариями, вложественной милости, Ачебах Тивиданта, Свами Прабху Бхалави. Субтитры создавал DimaTorzok Тот, кто с желанием и преданностью слушает повествования о Твоих лотосных стопах и медитирует на них в своем сердце, тотчас обретает знания, и на него, свободного от всех привязанностей, нисходит умиротворение. Поэтому и нам надлежит найти приют в святилище Твоих лотосных стоп. Комментарий. Медитация на лотосные стопы Господа оказывает на человека с желанием и преданностью занимающегося ею такое чудесное воздействие, что никакой другой метод не может даже сравниться с ней. Ум материалистов настолько беспокоен, что сами они практически не способны обуздать его, чтобы заниматься поиском абсолютной истины. Однако даже материалисты, если у них есть хоть небольшое желание слушать повествования о трансцендентном имени, славе, качествах и т.д., добиваются таких результатов, которые превосходят все достижения людей, идущих другими путями обретения знания и непривязанности. Привязанная к телесной концепции своего «я», обусловленная душа пребывает во тьме невежества. Познание себя приводит ее к освобождению от материальных привязанностей. Знание бессмысленно, если оно не помогает человеку освободиться от привязанностей. Из всех привязанностей к материальным удовольствиям, самой сильной является привязанность к сексу. Пока человек сохраняет эту привязанность, про него нельзя сказать, что он обладает знанием. За знанием должно обязательно следовать освобождение от материальных привязанностей. Таков путь самоосознания. Эти два существенных аспекта самоосознания, знания и освобождения от привязанностей, очень быстро приходят к тому, кто занимается преданным служением лотосных стоп Господа. В этой связи особое значение имеет употребленное здесь слово «гира». Гиры называют того, кто сохраняет невозмутимость, даже когда находится рядом с источником беспокойства. Шри Муна Чаре говорит, с тех пор, как моим сердцем полностью завладела преданное служение Господу Кришне, я не могу даже думать о сексе. Если же такие мысли вдруг приходят мне в голову, они не вызывают у меня ничего, кроме отвращения. Практикуя несложный метод медитации на лотосные стопы Господа, преданный Господу быстро обретает возвышенные качества гиры. Тот, кто занимается преданным служением, должен получить посвящение от истинного духовного учителя и, следуя его указаниям, слушать повествование о Господе. Ученик принимает истинного духовного учителя, постоянно слушая его рассказы о Господе. При этом преданный сам реально ощущает, насколько ему удалось продвинуться по пути, ведущему к полному знанию и освобождению от привязанностей. Господь Читане Махапрабху настоятельно рекомендовал слушать истинного преданного. Следуя этим путем, человек добивается поразительных результатов, по сравнению с которыми меркнет все, что сулят другие пути. Пропадов в начале комментария говорит о чуде. Люди ожидают, что садху способен творить чудеса. Например, что прикоснувшись к трупу, он может оживить человека. Такое редко происходит. Чаще всего просто по своим прикосновениям садху может излечить человека от какой-то неизлечимой болезни. Есть подобные личности в России? Христиане говорят, поверьте в Иисуса и избавитесь от всех недугов. Я удивлен, почему вы не знаете об этом. Много мистического в России, но об этом вы не знаете. И так люди считают это чудом. Что такое чудо? Это нечто, что осуществляется благодаря какой-то силе, которой не обладает обычный человек. То есть то, что для обычного человека является невозможным. Но в результате чуда это достигается очень легко и быстро. Благодаря какой-то особой силе, высшей силе, которой мы не обладаем или о которой мы не знаем. Господь Иисус Христос, Он известен тем, что творил чудеса. Как раз я упоминал о воскрешении, то есть возвращении к жизни умершего. Превратил, например, виноградный сок в вино. Превратил небольшой кусок хлеба и немного рыбы в огромное количество пищи для того, чтобы накормить целую толпу огромных людей. И чудеса, призванные привлечь глупых людей. По-настоящему разумный человек понимает, в чем заключается величайшее чудо. Обычно люди воспринимают религию как средство улучшения своего материального положения. Они считают, что Бог должен сделать меня счастливым, это Его работа. Бог должен обеспечивать меня чувственными наслаждениями и избавлять меня от всех препятствий, которые встают на моем пути чувственных наслаждений. И поэтому люди, которые каким-то образом помогают другим улучшить здоровье или как-то заботятся об их теле, такие люди слывут святыми. Действительно, воскресить умершего – это большая редкость. Но какой, в конечном счете, по-настоящему смысл в этом, какой благо получается человек? Если человек не обладает знанием о Кришне, то ему все равно придется умереть и умирать снова и снова. Иногда мы слышим о чудодейственных лекарствах. То есть, достаточно принять какую-то таблетку и сразу чувствуете себя хорошо. То есть, не затрачивая никаких усилий особых, вы достигаете наилучшего результата. То есть, просто достаточно маленькую таблеточку выпить, и эффект будет потрясающим. Но на самом деле, ничего чудесного здесь. И никого блага особо этого не приносит. Это приводит к тому, что один этап материальной иллюзии, одна фаза сменяется в другую. Есть такие таблетки антидепрессанты. Если человек чувствует, что над ним сгустились тучи, то, приняв такую таблетку, пилюлю, он почувствует себя вновь счастливым. Но если человек страдает в материальном мире, то он пребывает в майя. И если человек счастлив в материальном мире, он тоже пребывает в майя. Поэтому настоящее чудо заключается в том, чтобы привести такого человека, пребывающего в майя и считающего иногда, что он страдает, а иногда, что он счастлив, привести его к чистому предному служению. Обычно жители Запада ожидают от индийских садху каких-то чудес. И в Индии также жители Индии тоже считают, что садху они способны на эти чудеса. Однажды, по прибытии в аэропорт, Чилопрупада находился в окружении своих учеников, и его спросили. И его спросили, вы можете творить чудеса? И Прупада тогда показал своих учеников и сказал, вот мое чудо. Разве это не чудо? Люди, выросшие в культуре грубого материализма, сейчас занимаются предным служением Кришне. Может быть некоторые бабы, бабаджи могут творить... Потому что в русском баба означает rude address for a woman. Ага, witch. Баба-яга. Может быть некоторые вот такие люди могут творить какие-то чудеса? Есть один известный баба в Северной Индии, который, если мы слышим о нем, мы должны садху. Это цепле будет наш. Есть в Южном Индии один баба, ну баба, то есть вспоминая о котором мы должны вздохнуть. Это игра слов просто сай по-английски, ну сай баба. Сай по-английски значит вздыхать. То есть цепь баба тот, при упоминании которого люди вздыхают. Однажды к нему его посетил один профессиональный фокусник. И цепь баба спросил, вот и откуда? И цепь баба спросил, вот и откуда? И тот сказал, я из Калькутты. И тогда этот вздыхающий баба, цепь баба, преподнес, то есть в руке у него появился сосуд с росогулами, как раз с знаменитыми калькутскими росогулами. И этот фокусник из Калькутты взял эти росогулы, посмотрел на них и сказал, ну, не очень, росогулы не очень. И, так сказать, подражая сай бабе его трюкам, он также из воздуха произвел сосуд, другой сосуд с росогулами и сказал, вот эти росогулы получше будут. И он сказал сай бабе, я профессиональный фокусник, и ты тоже фокусник. Но разница между тобой и мной заключается в том, что я говорю, что я фокусник. А ты говоришь, что ты Бог. Поэтому, где тут чудо? Способность производить нечто из воздуха, написанное в шастрах. Она называется праптисидхи. Она называется праптисидхи. Не знаю, как это получается, но способность реально существует достать любой предмет из любого места, произвести его из воздуха и ничего. Похоже, что сай бабе не был известен, а магазин в Калькутте, где можно купить хорошие росогулы, хорошего качества. Праппад сказал, что когда он был ребенком, его отец приглашал в дом в разных садах. Праппад не был очень впечатлен, потому что большинство из них курили ганжу. Однажды мне в дом пришел один йоги. И тот йоги спросил маленького Абхая, что бы ты хотел отведать, что бы ты хотел попробовать сейчас. И Абхай тогда сказал, свежий гранат из Кабула. Поскольку вот эти кабульские и афганские гранаты считаются лучшими. И йоги тогда сказал, ну, иди в соседнюю комнату. И Абхай пошел в другую комнату и там он увидел свежий гранат и было видно, что ветка, на которой он висел, было только что сломлено, то есть только что он был сломлен с дерева. Кабул находится на большом расстоянии от Харкутка. Может быть 3000 километров, это если на самолете лететь. Может быть больше даже. И как такое возможно, тот йоги смог достать этот гранат, так сказать, тут же на месте без всякой подготовки, без всякого предупреждения. Это благодаря именно правде ситхи. Какая ценность этой ситхи? Все что человек может обрести при помощи правде ситхи он все равно потеряет. Способность никак не может реально помочь нам. Есть 8 основных мистических ситхи совершенств. Но все они бесполезны. Поскольку они не помогут человеку освободиться от материального существования. Они не помогают человеку любить Кришну. Они могут даже стать препятствием на пути любви к Кришне. Представьте себе, если бы у вас была способность оказаться в любом месте в любое время по вашему осмотрению. И по собственному желанию подчинять себе других. Или просто захотев что-либо обрести это. Мы тогда бы сразу стали считать, что мы Бог, не так ли? Не так ли? Когда человек может достать все что угодно, отправиться куда угодно, подчинять свои воли других людей, он начинает считать себя Богом. Но на самом деле невозможно отправиться туда, куда мы хотим. Поскольку человек ограничен пределами материального мира. Нам этот материальный мир кажется безграничным. Но он подобен маленькой лужице. Поэтому какой смысл отправляться вверх на Брама Лога, вниз на Яма Лога? Все эти вещи выглядят очень впечатлены для людей, которые не имеют знания о Кришне. Конечно, людям, не обладающим сознанием Кришне, все эти вещи кажутся теми-то удивительными. Но подлинное чудо заключается в том, чтобы изменить свое сознание. Мы можем обрести все эти чудесные мистические совершенства. Благодаря современной технологии также осуществляются, на первый взгляд, чудеса. Я как раз только хотел привести пример, что по мобильному телефону можно разговаривать, сидя в одном месте, можно разговаривать с человеком, который находится на большом расстоянии от тебя. Я думаю, что пример этот можно понять и без наглядной демонстрации посреди лекций. И это чудо. Если бы мы сказали о том, что это будет возможно в будущем, сказали бы это своим предкам, то они бы наверняка не поверили. Мой отец счел чудом, что я выучил два индийских языка, поскольку я в школе не имел никакой склонности к языкам и языки плохо мне давались. Много таких вот чудес, то есть необычных каких-то вещей, которые можно сделать. Но все они не имеют никакого смысла. Вы знаете, вот держат в клетке мышку или хомячка. И в клетке вешают вот это колесо такое, и эта мышка или хомячок, она бежит и колесо вращается. И мышка, она бежит и думает, вот я как далеко уже убежала. И колесо крутится очень быстро. Мышка думает, я вот забочусь о своем здоровье. Люди сейчас вот заботятся о том, чтобы у них все было нормально. И мышка тоже заботится. Чтобы держать себя в форме. Чтобы подольше прожить. Мышка в любом случае больше трех недель не живет. Так что вспомнил, вот сегодня ночью я проснулся и у меня сердце очень часто билось. Может быть мне сделать кардиограмму? Я бы мог. То есть со мной мог бы случиться сердечный приступ. Ну, и я мог умереть, но рано или поздно все мы умрем. Мы сидим и думаем, а что я тут сижу и слушаю все это? Мы знаем, что мы умрем. Какой смысл говорить об этом? Но это еще одно чудо. Поскольку мы не думаем, что мы умрем. Ахани, ахани, бхутани, гатчанти, хай, амам, аям, шеша, тхава, ичанти, кемас, чаям, ата, парам. Юдиште, Махараджа, was asked by his father who was disguised as a yakша. Many questions. Отец и хештири Махараджа, принявшие обликы якши, задал Махараджу хештири много вопросов. Which forms the famous yakша прашна, or questions by the yakша section of Mahabharata. И эти вопросы составляют один из важных разделов Махабхараты, yakша прашна. So, one of the questions, he asked many questions, one of them is, what is the most amazing thing? Он задал много вопросов, одним из которых был, что самое удивительное в этом мире. Юдиште Махарадж, he was an experience and learned person. И Махарадж Хештира был очень сведущим, опытным человеком. Будучи правителем всего мира, он знал, так сказать, все, что происходит, творится в этом мире. Кроме этого, он обладал знанием о других, о том, что происходит на других планетах. Даже Арджуна посетил в свое время различные планеты. Юдиште Махарадж обладал знанием не только об этой планете, но и о других планетах. And especially while living in the forest, he had taken the opportunity to hear many wonderful things from many vishis. So, what's the most wonderful thing? Tsunami, you know this word? That word became famous recently. You all heard that word? No one knew that word, and then all of a sudden everyone knew it. Because there was an amazing thing. That all of a sudden the sea rose up and inundated the coastal areas of several countries. Without any warning, all of a sudden thousands of people drowned. And all of a sudden the tsunami died. A few years ago there was a volcano erupted in Canada. Несколько лет назад в Канаде стал извергаться вулкан. Это было что-то необычное явление. Показывали по телевизору всему миру необычное явление, как струя лавы дыма поднималась к небу на большую высоту. И те, кто хотел воочию увидеть это явление, они не могли приблизиться ближе чем на 20 км к этому месту, поскольку ближе было просто опасно находиться. И огромная территория была залита вот этой расплавленной лавой. И настолько была горячей, что температура в этом районе сильно возросла. Это удивительное явление, не так ли? Мы можем продолжать эту перечень. В этом мире много чего происходит удивительного. Если мы выглядим из окна, увидим лес, увидим много деревьев. И каждое дерево рождается из маленького семечки. Разве это не удивительно? Иудиштир Махараш сказал, что самым удивительным в этом мире является является то, что каждый день умирают множество людей. Но при этом каждый действует так, как будто бы он будет жить вечно. Разве есть что-то более удивительное, чем это? Не знаю, как в России, но в Англии считается невежливым и даже неприличным говорить с кем-то о смерти. В Индии, где наблюдается более возвышенная культура, эта тема смерти не является табу. Если кто-то старается, вы можете сказать им, что не уйдет много времени в мире, вы должны просто заниматься бхаджаном и чан-та-рюбашаном. То есть, пожилому человеку в Индии можно сказать, ну, посмотри, ты уже встар, скоро оставишь тело, почему бы тебе не посвятить оставшиеся годы бхаджаном? Но обычно на Западе пожилым людям, у которых уже нет зубов, нет зрения, и тело их не функционирует, обычно говорят, ну, так сказать, желаю вам здравствовать. Какой там здравствует, они скоро умрут. У них продолжает сохраняться эта иллюзия, что я буду жить. Поскольку они не обладают знанием о вечности души. И для них смерть — это нечто ужасное. И они в их душе, так сказать, теплится эта надежда на то, что они не умрут. Просто посмотрите, как действует майя. Посмотрите, как действует майя. И величайшее чудо заключается как раз в том, когда человек, обладающим этим грубым материальным сознанием, приходит к сознанию Пришны. Вы все распространяете книги правопады. И вы постоянно видите, как происходят чудеса. Разве не так? Зачем материалисту, который ценит свои деньги, используя их на чувственное наслаждение, покупать книгу, в которой недосмысленно говорится о том, что он глупец и не гоняет? Эти книги говорят о том, что все, что он делает — это глупость. И в этой книге опровергается все, во что он верит. Но благодаря чуду, внутренней энергии, люди берут эти книги и мало того, что берут, они еще платят за них. Мы практически видим, как люди, они никогда не думают о чем-то духовное в их жизни. Можно видеть, что много было случаев, когда человек, в жизни которого не было ничего духовного, не было места, никаким проявлениям духовности. И вдруг неожиданно это. Вдруг в результате общения с предным оказывается такой человек на Вайкунхе, то есть в атмосфере Вайкунхи, и покупает книгу. И так же чудо заключается в том, что, читая эти книги, когда человек читает эту книгу, сознание его изменяется. И там много примеров. Здесь, в России, не так ли? Человек читает эту книгу, и жизнь его полностью изменяется. Я часто привожу пример моей ученице в Чистополе. Чистополе, это небольшой город в Татарстане. Она была обычной, так сказать, домохозяйкой. И так или иначе, как-то к ней попала книга «Жизнь происходит из жизни». Она прочитала эту книгу. И она поняла, что все, что сказано в этой книге, это абсолютно верно, это истина. Она не была большим интеллектуалом или каким-то йоги. Обычная женщина, обычная, так сказать, выполняла работу по дому. Так или иначе, в руках ее оказалась эта книга. И в этой книге она увидела там адрес московского храма. Она накопила деньги, поехала в Москву, нашла этот адрес. И вот она пришла, фрау московский, преданные ее научили всему, как повторять Святое Имя, как быть вегетарианцем, как предлагать пищу Кришне. И вот так стала преданной, просто прочитав эту книжку. Интересно, преданные иногда говорят, что эта книга слишком категорична в этой книге. Некоторые считают, что Прабхады так категорично говорил, поскольку общался тогда с американцами, и что в Америке очень грубая материалистичная культура, а у нас культура, так сказать, менее материалистичная, поэтому надо немножко изменить язык этой книги. В каждой стране находятся преданные, которые считают, что нужно немножко смягчить как бы в книге Прабхады, поскольку чересчур категоричен. Но эти книги предназначены для тех, прежде всего для тех, кто искренен. В мире и так много майавадис, которые, так сказать, подобно лягушкам, квакают свое послание. Но только искренне человек может по достоинству оценить истину. Но даже если человек недостаточно, он искренен, со временем он очистится и сможет воспринять это послание. В Словении, мы общался с предным, который распространяет книги Прабхады уже более 30 лет. Мы обсуждали то, как эти книги Прабхады оказывают влияние на все человечество. Каким образом люди по всему миру становятся все более восприимчивыми, все более благосклонными к сознанию Тышны? В 1980-е годы люди жили в постоянном страхе, поскольку считали, что неизбежна ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Все были уверены в том, что эта война неизбежна, и богатые люди даже стали покупать себе целые острова где-то рядом с Новой Зеландией, поскольку они думали, что там они могут спастись. Прабхады говорил, если вы будете распространять мои книги в России, то этой ядерной войны не будет. Я помню, приехал впервые в Россию в 1986 году, и тогда в стране был такой суровый коммунистический режим. Я подумал, может быть, лет через пятьдесят в этой стране сменится режим, и тогда мы сможем открыто проповедовать Сознание Кришны. Я приехал вместе с Прабхады Мухараджи, и мы видели, как преданные вручную сшивали, переплетали книги Прабхады. И распространяли эти книги, рискуя очень сильно, очень многим рискуя. И Кришна ответил на их усилия. Это чудо. Он устроился таким образом, что сейчас можно свободно и широко распространять эти книги. И много людей в результате этого становятся преданными. Поэтому это чудо книги. Мы должны помнить о могуществе этих книг. Иногда книги находятся в доме у человека годы, и он их не читает. Но вдруг кто-то берет эту книгу с полки, читает ее, прочитывает ее, и его жизнь полностью меняется. И тому есть сотни и тысячи примеров. Один человек, будучи террористом, он искал какой-то духовности. И его мать, которая была атеистом, так или иначе распространили на улице книгу. Это было несколько лет назад. И когда она узнала, что ее сын интересуется духовностью и Богом, она сказала, что хочешь о Боге узнать, вот тебе книга. Она, то есть сама была атеистом, то есть не верила в Бога, но, так сказать, решила просто сделать приятное своему сыну, как-то порадовать его. И действительно порадовало. Произошло чудо, и он стал преданным. И это произвело настолько сильное впечатление на мать, что она также стала преданной. Такие чудеса происходят. Поэтому я прошу вас продолжать выполнять это чудесное служение. Конечно, это требует усилий. Это борьба. В чем основная трудность? Трудно общаться с людьми на улице? Нет, это не трудно. Ум. Единственная проблема — это наша глупость. Майя пытается внушить нам, что есть много разных проблем. Но если мы читаем эти книги, то у нас будет вдохновение распространять их. Профессор сказал, что эти книги не только для распространения, они предназначены для чтения. Это не значит, что они предназначены только для чтения и не предназначены для распространения. Но если мы действительно читаем эти книги, то у нас появится желание делиться этим знанием. И вдохновение делиться этим знанием появляется, когда человек обретает знания, изложенные в этих книгах. Он сказал, что единственное, что его печалит, это то, что его ученики не читают его книги. Однажды он спросил своих учеников, почему мы постоянно говорим о том, что распространять эти книги — это самое важное служение. И Прабхата сам ответил, поскольку распространяя эти книги, мы даем людям знания. Это высшее знание, предназначенное для всего человечества. Это то знание, которое необходимо людям, несмотря даже на то, что они сами не подозревают об этом. Но мы должны быть уверены в том, что людям это знание нужно. Мы будем уверены в этом, что у нас будет такая уверенность, если мы сами погрузимся в это знание. И чтение этих книг и распространение этих книг — это деятельность, которой занимается Дайаван, то есть человек, который в настоящем полон милости. — Спасибо, что в этом году. — Что вы будете отсюда? — Яклассиваю в этом году. — Я, что-то говорю, там, что-то... — Я, что-то говорю, то есть… — Я, что-то говорю в этом году, а что-то было… — Британское посольство. Продолжение следует...